Да пошел ты, петух! Ты плохо въезжаешь, да? Мы не будем играть в плохого, хорошего полицейского. Перед тобой гей и житель Нью-Йорка. Ты серьезно влип? Черт подери, ну кого ты покрываешь? Все уже кончено. Финит-то, Декстеру никуда не деться. Я все знаю об иске Вероники. Я знаю, что Декстеру грозило разорение. Я даже знаю про фальшивую дочь. Ему неплохо, удавалось водить всех за нос до прошлой недели. Эй, почему он ее все-таки убил? Гарри, закрой его сейчас же. Я просто задала ему вопрос. Он решит, что мы чего-то не знаем и пытаемся вытянуть из него информацию. Хорошо, я все понял. Все произошло из-за ее парня, который прилетал из Парижа. Он бы заметил подмену и сказал, что это не Вероника. Ясно. Ясно? Я прав? Пошли вы. Ну, конечно. Поэтому Декстер приказал убить Веронику, надеть на нее платье и выбросить тело. И все бы получилось, если бы не одна крохотная деталь. Нижнее белье. Маленькие, симпатичные трусики. Да. Думаешь, это смешно? Я тебе сейчас нос сломаю. Ну, представь, пожалуйста, пулю у себя в голове. Сделаешь это для меня? Да, пошел ты. Или нельзя ли поконкретнее? Поконкретнее? Ну, куда конкретнее? Нет, дело в том, что когда ты говоришь, представь у себя в голове, это может означать, что пуля у тебя в голове. Или представь у себя в голове, что... Гарри, ты можешь заткнуться? Послушайте, я не знаю никакой девчонки, серьезно. Я блефовал. Знаешь что, я считаю, что ты блефуешь прямо сейчас. Гарри, что ты делаешь? Что я делаю? Этот парень любит блефовать. Вот я и хочу сыграть с ним в игру, блеф это или нет. А? Где она? Где мать твою, Хармоне? Гарри. Восемь процентов? Восемь? Да. Кто тебя математически учил? Я не знаю. Черт.